добрый день начинаем итак эта серия вебинаров моя профессия трейдер построена на принципе от простого к сложному и сегодня я перехожу к основной теме вебинаров это аналитика по торговой системе на примере торговой системы золотой крест то есть моя авторская система на каждом вебинаре я буду немножко повторяться для того чтобы было более просто понимать о чем идет речь торговая система как торговая система и аналитическая система построена на совершенно определенных принципах это управление капиталом подбор таймфреймов определение локальных экстримов цены размак цены как на одном отдельно взятом таймфрейме это один бар или ценовой бар или время сессии торговой тихоокеанская азиатская европейская американская так и больше таймфрейма это может быть и четыре часа час 30 минут недели месяцы сутки и так далее то есть таймфрейм размах цены за определенный период времени определяется локальная экстримом и цены high или low выясняются ценовые зоны ценовой канал в каком направлении торгуются финансовый инструмент во флете или в тренде определяются ближайшие ценовые уровни историзм явления мы применяются различные способы определение возможных точек разворотов с помощью индикаторов все это представлено в торговой платформе мт4 также торговая система включает управление капиталом и управление рисками управление капиталом это какую часть средств трейдер заводит в рынок для совершения сделок а управление рисками какие потери или прибыли трейдер может позволить при определенной сумме поставить стоп лоссы тейк профиты выбрать время для открытия сделки или выбрать с помощью отложенного ордера ценовой уровень это все к риск менеджменту относится на этой сессии мы рассмотрим анализ индексов индексы это всегда общее состояние экономики в частности на примере американских индексов и постепенно аналитика будет проводиться практически по всему спектру рынка включая новости межрыночный анализ скажем влияние движения по одному или там или иному финансовому инструменту как реакция на общую экономическую ситуацию в регионе так и последующие движения отдельно выбранного инструмента это в частности сегодня частично я проведу анализ по паре австралийский доллар на американский доллар итак продолжим индексы отражают общее состояние рынка и анализируя индексы можно успешно прогнозировать движение по той или иной валюте или финансовому инструменту представленному как contract for difference то есть производный финансовый инструмент на примере платформы t4 по именно по рынку и инструменту для анализа это он индекс s&p 500 американский индекс видны ценовые уровни таймфрейм выбираются удобные для работы видно что индекс совершил очередной хай остановился историзм явления и продолжает снижение движение вниз некоторые брокеры предоставляют склеенные графики для анализа и для торговли поскольку каждый контракт си фидишка имеет дату экспирации то есть дату окончания контракта и так видно что индекс остановился в зоне предыдущих флетовых зон ценовая зона совершит некоторые колебания и затем уйдет в том или ином направлении то есть сейчас как раз индекс находится во флетовой зоне рынок всегда находится в тренде тренд может быть или горизонтальным это флет или наклонным то есть это уже движение индекса к той или иной следующей ценовой зоне здесь представлены различные индикаторы дополнительные которые трейдер заносит в пользовательские индикаторы время торговли по сессиям новозеландская сессия тихоокеанская сессия затем азиатская сессия европейская сессия и как раз сейчас рынок находится в середине американской сессии то есть видно что индекс снижается соответственно можно предположить что цена по инструменту финансовому юсд япон находится или в коррекции или растет это стандартная схема хеджирования а американскими хедж фондами соответственно знаете особенности и вычислив так называемые своповые позиции можно совершенно спокойно занимать позицию хеджируя снижение индекса покупкой доллара и наоборот то есть видно что наблюдалась дивергенция одна из особенностей торговой системы сейчас же индекс повторяя предыдущий исторический ценовой уровень флетовая зона пытается сформировать тренд как я уже говорил рынок имеет некоторые тенденции формирования объемов на этих уровнях происходит разворот цены и дальнейшее движение индекса то есть трейдер может торговать как интродей так и внутри сессии так и пользуясь большими таймфреймами для анализа на примере индекса СНП суточные графики видно что показания индикатора находились в дивергенции к показаниям цены и затем последовала коррекция которая опять таки имеет опорой предыдущую ценовую историческую зону то есть в этом промежутке возьмем от средней движение составила 13 570 пунктов то есть это хороший заработок надо просто было учитывать правильное применение индикаторов основным индикатором является всегда цена и сформированный уровень показания дополнительных индикаторов всегда вторичным они могут лишь говорить о том как по отношению к истории развивается нынешняя ситуация ну на примере индикатора построенного на макт особенности то что он считает текущий момент к истории по некоторым условиям заданным программой имеет реперную линию то можно считать количество зеленых баров по отношению к количеству красных баров то есть это была при дивергенции продолжающейся на большом таймфрейме дейли дивергенция рассогласования движения цены и показания индикатора на покупку то есть трейдер индикатор в этом случае должен или совершать короткие покупки со стопами ниже прежних значений индекса или занимать долговременную позицию до определения окончательного разворота то есть это видно примерно индикатор показал дополнительные индикаторы аллигатор вильямса что начался разворот по рынку то есть дивергенции достаточно хитрая штука в том отношении что дивергенция одна из составляющих торговой системы на разных таймфреймах выглядит совершенно различно я переподключусь сейчас и так продолжаем вебинар то есть индексы это совокупное состояние в данном случае американской экономики индексы бывают различные в зависимости от того какая группа компаний входит в тот или иной пул индексов есть так называемые голубые фишки или первый эшелон второй эшелон это все зависит от капитализации компании которая представлена на американском рынке имеет условия котирования бумаг не менее пяти лет поэтому индексы отражая состояние экономики всегда интересны для работы в частности американские индексы имеют дату экспирации или срок экспирации три месяца после этого меняется обозначение индекса это можно у своего брокера посмотреть и в данном случае брокер имеет право закрыть позицию в течение трех дней в последний день торговли контрактом без открытия позиции по тому же индексу то есть трейдер должен будет в противном случае в этом случае открыть вручную позицию по тому же индексу если считаешь что тренд будет продолжаться на примере мт4 индекс S&P 500 это ведущие американские предприятия видно что начиная с 20 примерно 15 ноября 2012 года был постоянный рост индекса а все индикаторы указывали на развивающиеся дивергенцию то есть разнонаправленное движение цены цена росла и показания индикаторов то есть таким образом можно было совершать покупки со стопами ниже предыдущих лоу в зависимости от времени входа в рынок накопленная дивергенция или скрытая дивергенция соотношение зеленых баров и красных баров в конце концов начало развития дивергенция перешла в конвергенцию образовалась большая группа красных баров это самая точка разворота рынка сейчас видно что цена находится на прежнем историческом уровне на суточном графике и таким образом цена вошла в зону консолидации устойчивый ценовой уровень флэд и дальнейшее движение будет очень интересным у американских инвесторов и хедж фондов есть одна такая традиция если год начался ростом индексом то и в последующем этот торговый год будет сопровождаться ростом индексом ну в частности это подтверждается и новостным фоном в том что американская промышленность перезакаченной экономики и бюджете начала вроде бы оздоравливаться и выходить на новые уровни к тому же что в отличии от предыдущего кризиса доллар находится по отношению к иене на очень низких ценовых уровнях соответственно это благоприятная позиция при которой можно хиджироваться и покупкой доллара с одновременной продажей индекса и продажей индекса или покупка индекса с продажей доллара то есть это стандартная схема хиджирования американских инвесторов и крупных инвесторов то есть по индексу видно что рынок находится на развороте достиг прежний ценовой уровень этот ценовой уровень на неделях выглядит как возвращение к хай цены то есть очень плотная зона 2007 год соответственно здесь будет так сказать борьба за или последующий исторический хай или же будет плановое снижение где-то примерно до уровня 1370 то есть очередная зона концентрации интереса инвесторов то есть рынок считается очень просто грамотно с применением торговых индикаторов видно что рынок находится цена по инструменту на рынке находится в дивергенции к индикатору интерес падает но цена продолжает расти то есть таймфрейм очень большой недельный принимать решение при анализе позиции лучше на более коротких таймфреймах на них более хорошо видны все дивергенции конвергенции развороты рынка и торговые индикаторы работают более грамотно то есть видно по столбиковому графику что интерес к продажам был очень высок и потихоньку интерес падает то есть цена снижается а индикатор показывает пропажу интереса к продажам соответственно сейчас трейдер может принять решение тем более что индекс находится в достаточно удобной зоне прежний исторический уровень консолидации индекса при небольшой стоповой позиции стоповая позиция всего семь пунктов соответственно изучая нам основной фон по америке фильтруем торговый инструмент и смотрим на основные макроэкономические показатели Америки и смотрим на основные показатели улучшаются соответственно американская промышленность начинает выходить из кризиса достаточно успешно там где в новостях вы читаете о выступлениях членов ФРС это обычно выступления которые разгоняют или стабилизируют рынок если эти выступления основаны на объективных экономических данных то в принципе следует больше внимания обращать на экономические данные чем на выступления членов ФОМК или ФРС ну об основных макроэкономических показателях сейчас я не буду говорить то есть что на что влияет но основные показатели это в основном то уровень обращений за пособиями по безработице безработица занятость вне сельского хозяйства общий уровень безработицы немного увеличился потреб кредиты то есть наличие свободных средств на руках у жителей Америки показатели по малому бизнесу потому что в основном то 70 процентов Америки обслуживается малым бизнесом и так далее то есть в общем индекс отражает состояние всей американской промышленности по выбранной группе предприятий ну в частности в индекс СНП 500 входит 500 крупнейших предприятий США таким образом трейдер может после проведенной аналитики видно что американская сессия практически в середине начала корректироваться вверх соответственно принимая во внимание правила сессионной торговли зонами сопротивления и поддержки в данном случае сопротивления могут выступать предыдущие сессионные хаи то есть высшая цена достигнута в той или иной сессии это относится практически к каждому сессионному движению выбранного инструмента обычно производится двойное тестирование уровня достигнутого на предыдущей сессии и сейчас оптимальным способом торговли является работа на пробой то есть от хай или лоу предыдущей торговой торговой сессии риск менеджмент В этом случае, на примере индекса S&P, я показал, что стоп сейчас очень короткий, примерно 7 пунктов. В то же самое время, как тейк профит может быть при соотношении 1 к 2,5, где-то порядка 12-14 пунктов. То есть, предыдущий исторический уровень цены. Данные макроэкономические по американскому рынку достаточно благоприятны. Соответственно, трейдер на основе полученных данных и принимает решение об открытии или закрытии позиции по тому или иному инструменту. Теперь вернемся к интересной теме о межрыночном анализе. Вкратце об этом я сейчас расскажу. На примере австралийского доллара и американского доллара, состояние китайской экономики и состояние американской экономики. То есть, так называемый межрыночный анализ. То, что позволяет трейдеру совершенно спокойно анализировать поступающие данные и принимать решения. Сегодняшняя новость получена мной на сайте. И о чем это говорит? Снижение объемов покупки облигаций со стороны ФРС приведет к широкомасштабному ралли американского доллара. Это решение о снижении финансирования экономики США, квантитэйте физен, третья уже позиция, приводит к тому, что возможно ралли американского доллара к уровню 105 против японской иены. Теперь, каким образом это влияет на позицию по паре австралийский доллар, американский доллар? Это продолжение аналитики, многолетние наблюдения за движениями валют, индексов и состоянии экономик. Таким образом, трехмесячные ожидания понизились с уровня 0,98 до 0,91 по паре австралийский доллар, американский доллар. Это видно и на примере движения финансового инструмента. То есть, обозначен ценовой диапазон или тренд, в котором, возможно, австралийская валюта будет двигаться в дальнейшем. Уровень 0,85 я предполагал в начале года. Барклай дает прогноз 0,86. В принципе, уровни соответствующие. Таким образом, что еще влияет на движение австралийца в даунтренде? Это процентные ставки, снижение, замедление экономики Китая. То есть, тихоокеанские и азиатские регионы. Это первые две сессии. Таким образом, трейдер, торгующий европейскую или американскую сессию, может в своей торговле применять работу на пробой или на работу внутри диапазона. То есть, нам мониторим на терминале. Это выглядит очень просто. Установлены временные зоны в торговом терминале. По индексу. И по австралийскому доллару против американского доллара. Видно, что австралийский доллар нашел некоторую поддержку после резкого слива. На тихоокеанской сессии, азиатской сессии. По сегодняшнему торговому дню. Европа. Америка. То есть, австралиец начинает пробовать, находясь во флете, следующие ценовые уровни. И ниже 0.91.40 он пока еще не прошел. Соответственно, эта зона флетовая, может рассматриваться, как хороший ценовой уровень. Который в дальнейшем движении может быть или сопротивлением, или поддержкой. На большем таймфрейме. Это выглядит несколько по-иному. Сейчас я переключусь. И при наличии предыдущего исторического уровня. В совокупности с данными по макроэкономике. Позволяя трейдеру, работающему по ценовым уровням, совершать успешные сделки. То сейчас в наличии, если трейдер совершает покупку, он должен знать, что Австралийский доллар обрел поддержку на прежнем ценовом уровне. Общий вид трендового канала на неделях. Это будем считать флетовой зоной. Но наклон флетовой зоны и большой размах цены внутри флетовой зоны. Это все-таки попытки определиться по тренду. То есть, больше таймфрейм дает более полное представление о существующей картине. Таким образом, основная зона поддержки, куда сейчас и вошел австралийский доллар, имеет размахом больше 7000 пунктов. Как раз австралийский доллар нашел промежуточную поддержку на этом историческом уровне. Исторический уровень подтвержден. Соответственно, перейдя на более-менший таймфрейм для совершения сделок. На те же самые четыре часа. Видно, что интерес к австралийскому доллару начинает повышаться. Реперная линия. Как обычно ее отмечают, это линия разворота тренда. То, что выше реперной линии, нулевой линии, трейдеры обычно покупают, то, что ниже продают. То есть, индексы начали выходить. Мы наблюдаем дивергенцию. Начали выходить из отрицательной зоны. Разница между показаниями индекса и показаниями цены. То есть, интерес повышается по отношению к некоторому историческому промежутку. И трейдеры начинают или закрывать позиции на продажу, или открывать позиции на покупку. В этой зоне могут находиться все стоп-лоссовые и тейк-профитные ордера. А также перезаходы трейдеров. На этом примере показано то, что основным индикатором всегда является цена. Все остальные индикаторы – это лишь дополнение к торговым правилам или торговой системе, которые позволяют трейдеру принимать то или иное решение. То есть, если исторически цена достигла некоторого уровня сопротивления поддержки, это всегда повышенный спрос трейдеров к финансовому инструменту на истории в прошлом. Это было видно на недельном графике по паре австралиец-американец. Это понятно, да? Если будут вопросы, прошу задавать в чат. Все положения торговой системы рассматривали. Таким образом, иногда повторяясь в начале, об основных составляющих торговой системы, переходим к анализу конкретного ценового инструмента. Это правила торговой системы, которые включают не только работу с новостями-индикаторами, но и имеют психологические аспекты, как управление денежными средствами в общем, так и управление отдельно взятой позицией, которую трейдеры выводят в рынок. То есть, полностью готовая торговая система, по которой проводится и анализ, и трейдинг. На сегодняшнем вебинаре вкратце рассмотрели новости и межрыночный анализ, выбор финансового инструмента. Взаимозависимость финансовых инструментов и рынков, на примере движения курса, австралийский доллар, американский доллар, индекс S&P, это новость, о которой я говорил, новость, которая соответствует моему прогнозу, понижение прогноза по австралийскому доллару, валютный рынок, дальнейшее движение пары австралийский доллар, американский доллар, движение индекса S&P и движение пары американский доллар, японская иена. То есть, предполагается широкомасштабная ралли американского доллара, что будет оказывать давление, в том числе и на валюты Тихоокеанского региона. На примере торговой системы это Тихоокеанская сессия, Азиатская сессия, High Low по Тихоокеанской Азиатской сессии, и работа или внутри канала, торговый диапазон, или работа на пробой, на покупку или на продажу по паре австралийский доллар, американский доллар. К чему приведет снижение покупок облигаций, движение по паре австралийский доллар, американский доллар и состояние китайской экономики, то есть межрыночный анализ. Прогнозы по австралийцу снижаются с 0.98 на 0.91 и, возможно, годовое снижение до уровня 0.86. Я предполагал снижение до 0.85 и в дальнейшем занятие долгосрочной позиции на покупку. Также на снижение австралийского доллара оказывает замедление экономики Китая. То есть вот так считаются данные, которые трейдер получает в терминал и пользуется новостным фоном. Теперь, откуда берутся эти уровни на примере австралийского доллара. Рассмотрим на торговом терминале. Сейчас я его включаю. На примере торгового терминала. Не так продолжаю. Значит, на примере торгового терминала. Только что сегодняшняя новость. Публикация по состоянию американской экономики, китайской экономики и движения австралийского доллара. То есть откуда взялись эти уровни, уровни, которые показаны в аналитике. Эти уровни берутся из предыдущих ценовых уровней и состояния экономики. И в соответствии с межрыночным анализом позиция большинства разворотных уровней, подтвержденных на истории. То есть одновременно в торговой системе мы имеем все необходимое, которое позволяет нам анализировать и рынок, новостной режим, абсолютный индикатор цена, ее движение направления, тренд или флет, разворот, и ценовые уровни. То есть таймфреймом в этом случае выступает на недельном графике. Таймфрейм это очень длительный таймфрейм и движения, конечно, колоссальные происходят. Прежние ценовые уровни наиболее удобные для трейдеров. То есть видно, что на хай по отношению аут к USD доллар двигался, австралийский доллар двигался в ценовом канале, который постепенно сужался. То есть формировался новый тренд. И теперь доллар, австралийский доллар нашел опору, оттолкнулся от прежних исторических уровней по хай и совершает коррекционное движение. В начале вебинара я говорил, что возможно доллар отскочит вверх, прежде чем протестируют следующий исторический ценовой уровень. Даже на недельных графиках видно, что интерес к покупке австралийца начал повышаться. Соответственно, долгосрочные трейдеры начинают закрывать позиции или открывать новые позиции. На четвергчасовом графике для начала сутки возьмем, чтобы более точно можно было определиться. Видно, что интерес к продажам начинает падать красные бары. И начинает появляться интерес к покупкам. Эта зона определения по индикаторам также может являться таймфреймом, то есть количество баров, в течение которых австралийский доллар, на его примере, совершал снижение. Теперь, отметив прежний исторический уровень, видно, что цена вошла с самых хай предыдущего исторического коридора и пытается совершить разворотное движение. То есть сейчас она будет колебаться или внутри канала, в границах его, или попытается дойти до предыдущей линии сопротивления. То есть таким образом и происходит анализ любого инструмента с применением межрыночного анализа. Немного вернусь к ситуации по американским индексам, которые отражают общее состояние экономики. На Дейли по индексу S&P 500, это крупнейшее предприятие США, видно, что опять-таки цена уперлась в прежний исторический уровень. Теперь эта цена является поддержкой и наблюдается попытка сформировать новый тренд. То есть пока по графикам видно, что цена пытается найти новый ценовой уровень и позиции, в этом случае трейдеру, до предыдущего уровня. Открывать еще раз. Интерес к продажам падает, но интерес к покупкам еще не совершен. Смотрим на сессионную торговлю. Тихоокеанский регион, Азиатский регион, Европа и Америка в середине американской сессии. Протестировали лоу по индексу. Теперь цена отскакивает к границам азиатской сессии. То есть это торговая система, которая позволяет не только анализировать рынок, но и открывать позиции с применением различных тактик. Ну и следующее, что я хочу сказать, что ситуация по золоту к индексам, конечно, отношения не имеет, но это один из интересных инструментов. Торговых инструментов. Золото продолжает снижение в связи с замедлением экономик развивающихся стран. То есть прежде всего благосостояние развивающихся стран это индийский регион, тихоокеанский, азиатский, это приобретение золота в виде ювелирных украшений. То есть интерес к золоту начинает пропадать и скорее всего золото где-то сформирует очередную поддержку на уровне 1265-1255. То есть на этом уровне я буду принимать решение о совершении сделки. Опять-таки повторюсь, большое значение имеет историзм явления. Видно, что как раз цена по золоту входит во флетовый канал, продолжая снижение. То есть основные интересы трейдеров могут быть расположены именно в этой зоне. Что и соответствует ожидаемому мной уровню 1255 по золоту. Скорее всего цена ниже не пройдет. Если у вас возникают вопросы, прошу задавать в чат. Сейчас звук появился. Опять пропал звук. Да что ж такое. Итак, благодарю за внимание. Удачи в торговле. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.